Найкраще кино на канале Украина. Так, Кирюш, смотри. Так, это тебе денежка на питание, на все остальное, пока ты работу ищешь. Скажи, а деньги на квартиру отсюда продать, да? Ну, нет, конечно. У меня автоплатье уж подключено. Если будут проблемы, звони, я еще и приведу. Ты бы не моталась по этим своим командировкам, а? А деньги кто будет зарабатывать? А на свадьбу откладывать? Командировка — это и мой основной заработок. Угу. Не грусти, я скоро вернусь. Я буду скучать. Я тоже буду скучать. Петя, держись. Все под Богом ходим. Угу. Петр Федорович, ну, соболезную. Угу. Пойдем, Петь, я тебя до дома подвезу. Я пешком. Хочешь, к нам поедем? Тебе сейчас не надо одному оставаться. Мои соболезнования. Я домой. Мои соболезнования. Ну, хорошо, пойдем. Я все равно мимо твоего дома буду ехать. Пойдем. Мотя, я все верну, ты же меня знаешь. У меня заказ летел большой, но будет еще, я тебе клянусь. Это не Мотя, Матвей Николаевич. Запомнил? Деньги когда будут? Максимум две недели, клянусь. Петь, может, все-таки к нам? Нет, Андрей, я домой. Короче, три дня у тебя. Не будет денег. Я сначала с твоей женой пообщаюсь, у тебя на глазах. А потом тебе башку прострелю. Пойдем. Алло, да. Ага. Да, 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 да. А, сосед. Здравствуй. Соболезноваю. Что ж на поминки не пришел? Да, не получилось у меня. Заказывают у меня встречи как раз. Пойдем ко мне сейчас. Посидим, мы их помянем. Выпьем за упокой души. Да, да, я понял. Лару свою тоже возьми. Да, она уехала с утра. Когда это случилось, я три дня заснуть не мог. Вот, снотворное дали. Таблеточку выпьешь и нет тебя. Забывай, что один остался. Ага. Правда, не совсем один. Дочь моя. Не знал, что у вас дочь есть. Есть. Ольга. Только знать она меня не хочет. Я сам виноват. Я ведь раньше в Никольске жил. Семья была, жена. Вот только выгнала она меня за дело. Я изменять ей стал. А пятнадцать лет назад Ромка родился. Она узнала, но выгнала, да и ладно. Но она же мне с дочерью запретила обидеться. Так и пятнадцать лет за ней. Тогда следил, хотел помочь. И не мог. А Ольга меня за мать простить не может. Когда умерла, я хотел на похороны приехать. Она запретила. Сказала, что нам говорить не о чем. Как не о чем? Как? Слушай, а может позвонить ей, а? Сказать, что у меня же больше никого нет. Все ей останется. Может и правда вам позвонить. Все рассказать. Не послушает, гордая. Трубку бросит. Боюсь я, понимаешь, боюсь. Можно на почту. Электронный адрес, знаете ее? Откуда? Просто на почту. На почту. Отрезная. Письмо. Точно. Письмо. Откуда я буду знать, прочла она его или нет? Может она возьмет, порвет да выбросит. Слушай, не в службу, а в дружбу. Съездим в Никольск. Передай ей письмо. Лично. Проследи, прочла она его или нет. Да, конечно. Конечно. Так. Дай ей. Деньги ей передай. Сейчас. Как подарок. Никольская. Улица Лесная, двадцать семь. Квартира сто. Обещаешь? Завтра же заеду. Спасибо. Ну, давайте. Ну, я пойду. Приберусь немножко. Улевствой. Это Dios? На счет цепиш Please. То, идем. Осined. Оожидание, казва и армеретенцы Пётр Фёдорович, вот выпейте. От похмелья завтра легче будет. Таблетки. Возьмите таблетки. Ну, я пошёл. Чёрт знает что. Опять минус. Ну, вот как здесь заработаешь на нормальной жизни? Чё такая грустная? Через полгода мы станем богатыми и свалим из этой дыры. Откуда деньги? Ты чё, пьяный что ли? Ну, выпил чуть-чуть, да какая разница? Ты не понимаешь, я придумал гениальный план. Наследство Петра Фёдоровича станет нашим. Подожди, насколько я знаю Пётр Фёдорович жив. Ну и что? Или он решил тебя усыновить? Кого? Тебя. Да я всё продумал до мелочей. Доверься мне. Петра Фёдоровича. Может, просто дозу не рассчитал? Да ещё алкоголь. Ой, Дима, мне кажется, что он вообще жить не хотел. Ты вспомни, какой он на поминках был. У Пети ведь никого не было. Завод ясно на тебе лежит, а остальное имущество кому? Я в этих тонкостях наследственных не разбираюсь, не знаю. Да, судьба. Была семья и нету. В одну неделю. Зачем жил? Кому копил? – Здравствуйте, Ольга Николаевна. – Здравствуйте. Спасибо большое. До свидания. Кирюша, ты дома? – Привет. – Привет. Я вернулась. Слушай, а я и забыл, что ты сегодня возвращаешься. А ты что, не рад? Да нет, рад, что ты. О, шампанское. Мое любимое. Кира! Кирюш! А это кто? Полинка, познакомься, это Оля. Она хозяйка квартиры. Олечка, это Полина, она моя… Ну, в общем, мы поживем у тебя немножко. Чуточку. Ты же не против? Лар, у нас деньги остались какие-нибудь? У тебя ж были. Да были тут траты. Вообще ничего нет. На карте тысяч двадцать. Ясно. Надо Захарова звонить. О, здрасте. Не подскажете, Ольга Захарова вернулась к командировке? Когда? А, хорошо. Спасибо. Что, она вернулась? Да, в понедельник будет, надо ехать мне. Черт! Егор, слушай, чем дальше, тем больше мне не нравится твоя затея. Ты уверен, что все пройдет так, как ты запланировал? Лара, ну сколько можно? Мы уже обсудили это сто пятьдесят раз. Не можем мы без этого обойтись. Заказов вон, как не было, так и нет. Я же не могу тебе все время на шее сидеть. Ну, давай я поговорю, вар в бюро, они найдут тебе заказы. Они двадцать процентов берут, фиг им. Понятно. А как ты вообще на ней женишься? Ты вообще-то женат на мне, между прочим. А я Женьке побуду. Он не женат. Подожди, а Женька вообще об этом знает? Пока нет. Попозже скажи, ему тоже деньги нужны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Олечка, там Маруся к тебе. Оль, а что у тебя происходит? Что за бедла? Что за полуголая девица-то? Это подрёжка Кирилла. Ну что, может завтракать пойдём? М? Завтракать идём? Какой завтракать? Давай сначала пусть эти две полуумные оттуда уйдут. Не хочу с ним оттолкаться. Я им разрешила. Оль, ты точно чокнутая? Почему ты их сразу не выгнала? Кирилл сказал, что найдёт квартиру. Съедет через неделю. Ты сумасшедшая. Значит так, голубки, вещи свои собрали и свалили отсюда. Марусь, ты чё? Я кому сказала? Или мне мужу позвонить? У него первый разряд по боксу. Чё ты сидишь-то? Марусь, да погоди. Твоя сумка? На. Пошли вон отсюда. Ну-ка. Чё ты стоишь-то? Забирайся. Марусь, подожди. Нам Оля разрешила? Не разрешаю. Я не разрешаю. Пошли, пошла вон. Кофточка моя розовая. Погоди. Да подавись ты кофточкой своей розовой. Иди. Да подожди. Давай, давай, давай. Марусь, ну ты чего? Там сосиски. Какие сосиски? Какие сосиски? Ты их небось на Олины деньги купил? Марусь. Пошли вон. А дубли мои? Да подавись. Оля, пошли завтракать. Оля. Приехали. На выход. Егор, я смотрю, ты вообще отбитый. Денег нет, ты играть садишься. Ну, прости, мать. Угу. Полгода не прошло, как ты тот долг отдал. И вот опять. А теперь еще и решил в Никольске от меня спрятаться, да? У меня сейчас будут деньги, я все верну Моте, я обещаю. Смотри мне. Жене привет. Ольга, ты просто слишком добрая. Поэтому на тебя все и ездят. И начальство, и мужики. Жалко, что ты никого себе в командировке не завела. Может, там с мужчинами получше? А то у тебя что не мужик, то подлец. Слушай, может, у нас город проклятый? При чем тут город? Ну да. Ты вон своего Серегу где? В Никольске нашла. Это правда. Так, знаешь, проблема все-таки не в городе, а в тебе. Надо к этому вопросу как-то основательно подойти. Подожди. Сегодня Меркурий вспять пошел. Это прекрасное время для гадания. Сейчас. Кто куда пошел? Это не важно. Так, вот. Сейчас все выясним. Сейчас выясним, кто тебе нужен и где его взять. Сейчас. Давай, снимай. Так. Ну, готова? Угу. Так. Оль. Ну вот. Вот. Шатен. Скоро ты его встретишь, и он спасет тебя от беды. Будете с ним жить долго и счастливо, и ты его будешь любить. Шатен. Подожди. Оль, ты куда? Слушай, я не рассказывала тебе. Был у меня один шатен. Так. Так. Еще в школе. Саша Биланов. Пожалуй, единственный мужчина в моей жизни. Самый настоящий и самый хороший. Ну, хорошенький. Так что же остались-то, раз хороший? Ну, не знаю. Молодые были. Он уехал, а потом женился, кажется. На жизнь. Ой, так все, мне бежать надо. У Соньки праздник в садике. Все, не грусти. Скоро встретишь своего принца. Примчиться к тебе. М-м-м-м-м. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, еще раз, что встретил. Да, без проблем. Мой шеф, когда узнал, что однокласснику, к тому же, еще и журналисту нужна юридическая помощь, сразу меня отпустил. Слушай, ну я тебе скажу, ты совсем не изменился. Я думал, приедет сейчас столичный адвокат, такой солидный. А ты, как был 15 лет назад, так и остался. Ну, спасибо. До завтра. Ну, спасибо. До завтра. Ну, спасибо. До завтра. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, простите. Ничего. Простите, ради Бога. Все в порядке. Простите, что-то неуклюжесть. Аккуратно. Простите. Ну, что я могу сделать, чтобы сгладить свою вину, девушка? Ничего не надо. Спасибо. Давайте сумки донесу до машины. Хорошо. Давайте, давайте. Помогу вам. Простите, простите, ради Бога. Неуклюже я. Спасибо. Ого. Ого. А где машина? Вон стоит. Так. Так. Открывайте машину. Да я открыла уже. Ты серьезно? Побежали. Я сейчас. Садитесь скорее в машину. Вот это ливень. Господи, вы промокли насквозь. Да ничего страшного. Вы простите, что так получилось еще раз. Ради Бога. Ну, ладно. Я пойду. До свидания. Подождите, куда вы собрались? Я вас отвезу. Скажите, куда? Да мне, честно говоря, некуда. Я только приехал в ваш город. Так тем более, пока вы будете искать гостиницу. Вы же заболеете. Да ничего страшного. Давайте сделаем так. Я отвезу вас к себе, вы переоденетесь и попьете горячего чая, а потом будете определяться. Ну, мне как-то неловко. Ну, мне как-то неловко. Ну, вот и дождь кончился. Я пойду. Не спойте со мной. Поехали. Ну, хорошо. Меня Женя зовут, а вас? Меня Оля. Очень приятно. Четырнадцать лет не было, все равно, как в родной город возвращаюсь. Слушай, а ты ни с кем из наших не виделся? Из школьных? Да ты знаешь практически ни с кем. Гордеева видел. Помнишь, из-за класса? Это малыша-крепыша? Так вот, он сейчас на типографии работает. А, ну, ясно. Смоленко брокер на бирже, представляешь? Да ладно. Серьезно. Ну, еще Яковлева встречал, он программист в какой-то крутой фирме. Понятно. Слушай, а Олю Захарова не видел? О, Ольку сто лет не видел. Слушай, а здорово было бы вот нашим так собраться. Давно мы в школе не сидели. Да, пожалуй, с тех пор, как классная наша ушла. В смысле, другую школу? Бери выше. Роза Йосифовна таки переехала к сыну в Канаду, представляешь? Ладно, пойдем. Но, кое-какие адреса мы и без нее помним, верно? Вот там, там, в конце улицы дом, там Ольга жила. Я этот адрес лучше тебя знаю. Вот только там не Оля жила, а ее мама. Но она, сам знаешь, меня не очень воспринимала. Знаешь, я слышал, что мама Ольги умерла. Серьезно? А Оля как? Вот тут вообще не в теме. Ну, слышал, защитилась, вся в науке, а что как. Слушай, а давай после супермаркета к ней зайдем? Да перестань. У нее там полный комплект. Муж, дети, две собаки. И мы с тобой два дурака. Ну, не скажи. Да что мы теряем, в конце концов? А если у нее мужком по-низке окажется? Даже лучше третьим будет. Ну, а нет, так уйдем. Ну, пойдем в магазин. Заодно и цветы купим. В общем, я работаю на скорой. Врачом. Да ладно. Да мы с вами смежники. Я фармаколог. Серьезно? Ага. Хотела пойти на лечебную, но вовремя поняла, что боюсь крови. Без фармакологов нам, врачам, никуда. Так иначе пришлось бы травками лечиться, как в старину. А где именно вы работаете? Фокина. Но я сейчас хочу переехать. Почему? Ну, там лично. Ага. Извините, если вам неприятно, можете не рассказывать. Ну, в общем, была у меня девушка, бросила меня и вышла замуж за моего друга. Такая история. Мне вообще с девушкой не везет. Жень, ну, что вы такое говорите? Вы очень красивый, у вас все будет хорошо. Ну, спасибо, Оль. Ну, в общем, я взял отпуск, приехал к вам сюда в Никольск в поисках лучшей жизни. Думаю, перевестись сюда на скорую. Ну, а вы, кроме работы, чем увлекаетесь? Да, особо такого фотографировать люблю. Ну, как любитель. Сейчас же все, у кого есть смартфоны, фотографы. А еще джаз люблю. Джаз? Да. Я тоже люблю. Это у вас проигрыватель? Да. На виниле прям. Да. И что, работает? Конечно. Конечно. А можно я посмотрю? Конечно. Это же раритет вообще. Да. Так, 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 так. Ага. Стук пластинок у тебя. Так. Позвольте. Мне кажется, звонили в домофон. Я ничего не слышал. А ты номер квартиры точно помнишь? Ну, свет-то в окне горит. Может, домофон не работает? Ну, либо не слышат, либо открывать не хотят, либо еще что-нибудь. А давай камешек в окно бросим. Как раз проверим, что там с ними. Ага. Заметут. Потом ни мое адвокатское удостоверение не поможет, ни твоя пресс-карта. Ну, ладно. Мы завтра придем. Завтра у нас дела. Послезавтра я уже в Киеве буду. Ты же что, приедешь? Да. Через две недели точно приеду. А это? А это мой старый друг. Понятно. Ладно. Дурацкая идея была. Ой, ну, что мы теряем? В конце концов, третьего у тебя в гостинице найдем. Поехали? Поехали. Ну, завтра с вами увидимся. Давайте телефон. Сейчас. О. Ну, вот. Есть. Я освобожусь после пяти. Да, ну, ладно. До свидания. До завтра. До завтра. До завтра. Привет. Привет. Ольга, ты видела, у тебя у подъезда в урне лежит шикарный букет цветов. Наверно, кто-то из соседей поссорился. Может, Ирка с пятого? Как думаешь? Понятия не имею. О. Мне вот Серега никогда таких цветов не дарил. Даже когда встречались. Когда вы встречались, он курсантом был. Отпуда у него такие деньги на букет? А то да. Ну, это хочется. А потом, при чем здесь деньги? Он мне всю жизнь только мимозы на восьмое март притаскивает? Угу. А все почему? Потому что у него не развито чувство прекрасного. Ха. Так и развей. Не получается. Крепкий орешек. Зато он очень сильно тебя любит. Это правда. Ой, я побежала. Любим его кормить. Сейчас придет с работы. Марусь, а ты чего приходила-то? О, склеротичка. Ты будешь абонемент в фитнес продлевать. А, да-да-да. Давай деньги, я завтра схожу. Точно. Руки мокрые. Вот тут отложила как раз. Давай. Все. Пока. Сереге привет передавай. Ага. Чуть не забыла вообще. Здравствуйте, Оля. Это вам. Спасибо, Жень. Очень красиво. Хочу пригласить вас сегодня в ресторан. Мне было бы очень приятно, если бы вы согласились. Хорошо. Ольга Петровна, да? Владимир Алексеевич просит вас зайти. Хорошо. Не привезли. Ничего не привезли. Химикатов нет. Черт знает что. Можно? Проходи. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуй, Ольга Петровна. Слушай, звонили коллеги из Казахстана. Так. Очень довольны твоей работой. Ну, отлично. Съезди к ним еще раз, а? Когда? Сегодня. Вечером есть рейс. Успеешь собраться. А что, разве кроме меня больше никто не может поехать? У Смирновой трое детей. А Ткаченко муж не пускает. А Бакумов? А Бакумов дурак. Ты у нас одинокая. Ну, тебя никто держать не будет. Съезди, а? Владимир Алексеевич, при всем уважении у меня тоже есть свои планы. Извините, не смогу. Такая история. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем? Спасибо. Спасибо. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Ну, прекрати, я все видела. Как за ручки держались, как на ушко шептали. Кто это? Заходи. Ну, давай. Я жду. Ну. Мне кажется, я встретила принца, которого ты мне нагадал. Ольга, ты в себе? Ты чего несешь-то? Да. А в чем проблема? К тому же я проявила характер, как ты мне велела. Ага. И в чем ты его проявила? Отказала съехать в командировку. Как бы не пожалеть. Из-за него, да? Если хочешь знать, он мне не понравился. Почему? Ну… Ты же не знаешь его. Потому что ты не могла не заметить, что он красивый. Красивый муж? Чужой муж. Так моя бабушка говорила. Я тебя понять не могу. Ты мне сама нагадалась, что появится принц. Совсем скоро. Ну, скоро — это не значит прямо сейчас. Спешка хороша. При ловле — плохо. Не надо торопиться, Оль. Хорошо, говорит, когда у тебя есть муж, ребенок. А мне за тридцать. Я уже в старая дева гожусь. Ну, что за глупостью? Ну, какая старая дева? Чай? Чай. С вареньем. Ну, конечно, с вареньем. Соня, пока эту тарелку не съешь, из-за стола не выйдешь. Ясно? Не надо мамкать. Я все сказала. Алло. Алло, Зоя, привет. Привет. Да, дело к тебе есть. Ты можешь посмотреть, пожалуйста, не у вас ли остановился Евгений Пряскин? Да, Евгений Пряскин. Давай, жду. Угу. Так, ты куда? Я сказала, за стол. Ну, мам. Не мамкой, за стол, быстро. Да, Зоя, не у вас? Ясно. А, спроси у них, пожалуйста. Спасибо. Ну, что, Коль, все документы в арбитраже. В принципе, в моем присутствии здесь сейчас уже смысла нет. Ну, ты приезжай к нам просто так. Там же у вас в столице ритм жизни такой, что и себя не помнишь. Это да. А тут погуляем, на рыбалку съездим, с одноклассниками встретимся. Ну, в отпуск меня мой партнер точно не отпустит. А вот дельце в Никольске я могу взять. Или где-нибудь в области. И, кстати, приеду не один. И на своей машине. Давай, хорошо, доехать. Маруся, мы сегодня ужинать будем или нет? Ты уже совсем в интернет переселилась. Угу, сейчас. Вот скажи, если человека нет в соцсетях, это подозрительно? Меня тоже нет. Ну, сравнил. С тобой все понятно, ты мент. А если нормальный человек? Так, а ну-ка, Алис, кем ты так озабочена? Ты понимаешь, Ольке новый ухажер, он мне чем-то не нравится, я не понимаю, чем. Ну, по паспорту он не женат. Мне девочки в гостинице узнали, но… А где прописан? В том-то и дело, что он не из Никольска, а из Фокина. Узнаю я тебе про этого ухажера. У меня Фокина, приятель в полиции. Это мое сокровище. Сейчас мы можем идти. Егор, привет. Как дела, что нового? Ну, если бы не мог говорить, не взял бы трубку, правда? Лида, тебя заказчики искали. Хотят предложить тебе новый проект. Элитный поселок. Слушай, может, лучше так и бог с ней с этой Ольгой. Лар, мне срочно деньги нужны. А заказчики могут сейчас заплатить? Да ничего не проигрался я. И самому уже надоело это. Я не буду им звонить. Да не переживать по поводу Оли. Завтра сделаю предложение, она не сможет отказаться. Нам обоим нужны деньги, Лар. Я не буду им звонить. Я не буду делать. Я не буду там. Я не буду тем, что к oldest. Прямо, как у меня в детстве. Класс. Я вообще хотел на педиатр учиться. Как-то не срослось. А у тебя есть брат или сестра? Нет, я один. Вообще, в семье должно быть двое, минимум. Мальчик и девочка. Да. Маруся, а чем так вкусно пахнет? Уже накрываю. Иди ужинать. Эх. Ох, борщик. Угу. Вкуснотища. Соня ела? Угу. К соседке пошла играть. Ну? Ты что-нибудь узнал? Даже не знаю. Ничего интересного на интересующего тебя Жене нет. Не участвовал, не состоял, не привлекался. Фокина приехал сразу после института. Не женат. Угу. Не густо. Держи. Котлеточки, мои любимые. Тарелку сейчас принесу. Так. Ты можешь мне объяснить, что происходит? Чампанское. У нас какой-то праздник. Ой, а это сюрприз. Сюрприз? Муж как-то нагрелся. За тебя. Оля. Я люблю тебя. Хочу, чтоб ты стала моей женой. Сейчас, подожди. Вот. Я правда не встречал такую женщину, как ты. Близко, по духу. Это так неожиданно. Можно я подумаю? Ну, конечно. Я не буду тебя торопить. Ты что, ты обиделся? Нет, ну как я могу на тебя обижаться? Нормально все. Ладно, как-то все это… Подожди. Ты куда? Да я… Куда ты собрался? Пойду я. Ты видишь, что на улице творится? Оставайся. Можешь лечь здесь, переночевать. Хорошо. Привет. Как дела? Когда ты к нам вообще выберешься? Привет, Коля. Слушай, я планирую через недельки две. Раньше, к сожалению, не получится. Я себе дело Фокина нашел. Так что мы с тобой успеем и на рыбалку сходить, и с ребятами увидеться. Слушай, хочешь, я тебе телефон Ольги? Я нашел, вышлю. Прислать? Да, присылай. Хорошо. Сейчас отправлю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жень, что случилось? Я тебя разбудил? Да нет, я еще не спала. Ты вон, мол, не боюсь. Заснуть не могу. Хочешь, я с тобой останусь. Хочешь, я с тобой посижу? В детстве меня ударил молния. Еле спасли. Субтитры создавал DimaTorzok Тебе же на работу, а я всегда мечтал кофе принести любимым в постель Спасибо, это очень романтично Пироженка Как красиво Слушай, давай я оставлю тебе ключи, ты можешь никуда не уходить Отдохнуть, ну или как хочешь Я дождусь тебя Дождешься? Конечно Спасибо 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 Спасибо